Сегодня мы находимся в Донецком областном центре профилактики борьбы со СПИДом и общаемся с медицинским директором Донецкого областного центра Масловой Людмилой Валентиновной. Людмила Валентиновна, расскажите, пожалуйста, о работе лаборатории, связанном с методом ПЦР для выявления COVID-19. Ну, действительно, на территории города Славянска сейчас расположен Донецкий областной центре СПИДО. И его вирусологический отдел нашей лаборатории сейчас включился в систему определения COVID-19 методом ПЦР для пациентов всей Донецкой области. Фактически, наша лаборатория первая внедрила этот метод исследования на территории области и начала проводить исследования с 6 апреля, то есть практически через 2,5 недели после объявления карантина в Украине. Для нас этот метод был новый, мы покупали оборудование, которое выделила облдержадминистрация, осваивали эти методики и довольно успешно и быстро начали работать в системе диагностики именно COVID-19 методом ПЦР. За это время, с 6 апреля по настоящее время проведено 7 тысяч исследований на территории нашей, вернее, непосредственно нашей лаборатории. Лаборатория исследует на данный момент от 150 до 200 проб в сутки. Это для бригады одной, которая находится специалистом и работает, это очень серьезная нагрузка. Ну, я думаю, и вообще, наверное, одна из самых высоких сейчас в области, сейчас уже появились и другие лаборатории, которые делают методом ПЦР. И проводят они исследования 6 дней в неделю, то есть с понедельника по субботу включительно. Ну, воскресенье, естественно, для них выходной, потому что у людей, которые работают в определенных условиях труда, по тому же, по всем же требованиям, должен быть выходной. Вот. Кроме того, ну, хочу сказать, что ПЦР, да, на территории Славянска это единственная лаборатория, которая делает... Она обслуживает какую-то... Она обслуживает область, да. Но Славянск, естественно, обслуживается у нас, так как мы находимся на этой территории и без отказа, то есть мы никуда, даже в случае перегруза лаборатории, мы пробы куда-то не отправляем, они исследуются, естественно, на месте. То есть это быстрее получается, а у людей не получается. В первую очередь, и никто никому не отказывает, даже если эти пробы поступают в субботу. Это то, что говорить о графике работы нашей лаборатории. А вы получаете уже пробы для исследования от медицинских... Да. Хотела бы сказать о системе организации. Если эта информация дается для населения, то люди должны понимать, потому что мы, к сожалению, сталкиваемся с этой ситуацией, что приходят даже непосредственно к нам люди и спрашивают, а как можно обследоваться на COVID-19. Я бы хотела сказать, что система организации обследования, которая существует в области, она осуществляется через систему медицинских учреждений. То есть пациент обращается либо к своему семейному врачу, если есть какие-то либо клинические проявления, либо есть какие-то эпидемиологические показания, то есть прибыл, может быть, из неблагопрочных территорий или из-за рубежа и требует самоизоляции и обследования. То есть это определяет непосредственно врач. И забор проб для исследования тоже проводится медицинским учреждением. То есть в нашей лаборатории никто к нам не приходит сдавать пробы непосредственно. То есть мы получаем все эти образцы биоматериала непосредственно через лечебные учреждения. И им же они и отдаем ответы. Но еще хотела бы сказать, учитывая то, что наша лаборатория не совсем была профильная, поэтому на первом этапе, когда мы только начали проводить эти исследования, это были выделены очень быстро деньги областной и державной администрации для приобретения амплификатора, то есть именно прибора, на котором можно это определять методом ПЦР, и дополнительного оборудования. Поэтому мы смогли обеспечить одно рабочее место. Но так как в области была потребность в расширении, то есть одно это в пределах до сотни, до сотни исследований в сутки. И так как была потребность в увеличении количества исследований, и Генеральное консульство Германии в Украине обратилось со своим предложением помочь в случае необходимости, за что мы им очень благодарны. И они нам помогли приобрести оборудование, именно микробиологический шкаф ламинарный, центрифугу для оборудования второго рабочего места, именно для пробоподготовки. И тоже это было сделано довольно быстро, установлено оборудование, и подготовлен специалист-дублер, и фактически вот сейчас это на двух рабочих местах, что позволило нам увеличить количество обследований от 150 и от 200 в сутки. Спасибо большое за Ваше интервью. Читайте «Деловой Славянск», смотрите наши видео, подписывайтесь. До свидания. Продолжение следует...